Знают, как легко найти неисправность в автомобиле и отремонтировать его двигатель. А еще читают модные журналы и следят за последними тенденциями, чтобы воплотить в реальность свои творческие замыслы. Все это о студентах профессионального училища номер пять, которое готовит автомехаников, слесарей, сварщиков, портных и не только. Училище вошло в пятерку лучших учреждений среднего профессионального образования республики. Его выпускники – представители наиболее востребованных профессий в нашей республике. В цехах училища побывал и наш корреспондент Георгий Запаров. Ходовое сцепление – коробка передач. Будущие автомеханики легко находят и ремонтируют неисправности. Свою автомастерскую второкурсники в шутку называют операционной. На самом деле схожесть есть. Рабочее место всегда идеально чистое и каждый инструмент на своем месте. В этот раз студентам нужно разобрать сердце автомобиля – восьмиклапанный двигатель. Радик Агнаев с детства болеет механикой. Любовь к машинам привил дедушка. Дедушка, отец вместе с дедушкой разбирали моторы. Сам недавно начал уже. Машины есть. Машины есть на улице даже. Сам разбираем моторы. Все понимаем. Разбираем пока карбюраторы. Скоро будем инжектор разбирать. Тут очень интересно. Всем советую, чтобы сюда пришли учиться. А вот швейный цех – территория девочек. Здесь они воплощают в жизнь свои творческие замыслы. Хороший портной должен уметь рисовать, чертить и разбираться в геометрии. Тут главная фантазия. Студентки читают модные журналы, следят за последними тенденциями. Изучают технологию обработки деталей кроя. Мелочам и нюансам особое внимание. В период пандемии здесь шили маски и защитные костюмы для врачей. Студентки – неоднократные победители и призеры республиканских конкурсов. У нас лучшее оборудование в республике. На нашей территории проводятся конкурсы, обилимпикс, проводятся демоэкзамены, проводятся вордскилс-экзамен. Это конкурс для рабочих. Поэтому я очень довольна оборудованием. Оно работает уже почти 4 года и все нормально. В училище есть и сварочный цех. На современном оборудовании учат ручной, полуавтоматической и газовой сварки. Под контролем опытных педагогов студенты изготавливают сложные детали и изделия. Сварочное ремесло всегда востребовано, поэтому никогда не возникает проблем с трудоустройством. Мне доверили самую простую задачу. Необходимо скрепить между собой две металлические детали. Перед тем, как начать работу, поверхность нужно зачистить от ржавчины и грязи. У нас она чистая, поэтому можно приступать к работе. Пятое училище вошло в пятерку лучших учреждений среднего профессионального образования республики. Оно лауреат всероссийского конкурса «Лучшее образовательное учреждение России». Всего здесь обучается 551 человек. Это мастера отделочных работ, автомеханики, слесари, сварщики и портные. По всем вот этим профессиям у нас имеется оборудование, оснащенные мастерские, имеется база хорошая для этой подготовки. Подготовка идет профессионально. Имеются профессиональные мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин, которые тоже прошли хороший опыт подготовки этих профессий. По информации Республиканского комитета по занятости населения, слесари, токари и швеи наряду с учителями и врачами возглавят ретик наиболее востребованных профессий в этом году. Поэтому выпускникам училища не стоит переживать по поводу трудоустройства. Георгий Запаров, Алан Суанов, Новости Осетии. Георгий Запаров, Алан Суанов, Новости Осетии.